Испанская народная сказка «Дерзкая птичка» Много-много лет тому назад жила на свете маленькая серая птичка. Она летала по рощам и по полям, прилетала в сады и пела под окошками свои песни. Всюду была она самой желанной гостьей, потому что голос у птички был звонкий, как колокольчик. Заслышав ее серебристое пение, люди открывали окна и говорили «Добрый день, синьора птичка!» Или «Добрый день, дорогая пивунья!» И бросали ей горсточку хлебных крошек. Маленькая птичка летала повсюду, но ни разу еще не пришлось ей побывать в королевском саду. А птичке очень хотелось взглянуть на прекрасные цветы, которые там росли, и спеть свою песенку самому королю. «Чем-то он угостит меня!» – думала птичка. «Уж, наверное, он щедрее всех людей на свете!» И вот она полетела ко дворцу короля. Но не успела долететь до ворот, как навстречу выбежали королевские слуги и закричали. «Гоните эту дерзкую птичку! Как смеет она появиться в королевском саду в таком простом платье!» И прогнали маленькую серую птичку. Но птичка была настойчива. Она полетела к своим друзьям, села под окном у портного и громко защепетала. «Сеньор портной, сшейте мне камзол! В каком при дворе ходят?» И портной сшил птичке нарядные камзолы с голубого атласа. Тогда она полетела к мастеру, который лучше всех делал шляпы. Села ему на плечо и засвистела. «Сеньор, шляпный мастер, сделайте мне шляпу с пером и большими полями, как при дворе носят!» И вскоре шляпа была готова. А птичка полетела к сеньору башмачнику и попросила его стачать ей высокие башмачки с каблучком и серебряными шпорами. Когда все было готово, серая птичка нарядилась в яркий камзол, надела на свою маленькую головку шляпку с пушистым пером, а на ноги башмачки со шпорами и стала не хуже райской птицы. Она прилетела в королевский сад, села на дерево перед королевским балконом и громко запела. «Всех на свете лучше я, даже лучше короля, 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 полюбуйтесь на меня!» Но его величество сеньор-король в это время обедал и даже не обратил внимания на маленькую птичку. Как она ни пела, как ни старалась, он не слышал ее. Но птичка была настойчива, она непременно хотела показаться королю в своем новом наряде. Она стала петь и высвистывать одно и то же, одно и то же, одно и то же, до тех пор, пока его величество король не рассердился. «Вот дерзкая!» – закричал наконец король и побежал к окну. Но, посмотрев на птичку, невольно залюбовался. «Скажите, пожалуйста, какая нарядная птичка! Она мне очень нравится!» У птички от гордости перехватило дыхание, а король продолжал. «Такая красавица должна быть очень вкусной! Поймайте ее, зажарьте и подайте к ужину!» И не успела птичка взмахнуть своими маленькими крылышками, как ее поймали, ощипали и запекли в большом пироге. Королевский пирог был очень велик. А птичка была такая маленькая, что его величество даже не заметил и проглотил ее целиком. У короля внутри оказалось очень темно. Гораздо темнее, чем бывает даже в полночь. Это очень не понравилось птичке, и она принялась клевать короля. Она клевала его без передышки. Король стонал так громко, что поднял на ноги весь дворец. Звеня шпорами сбежались придворные, а король все кричал и жаловался, что сегодняшний ужин пришелся ему не по нутру. Ученые лекари в колпаках и длинных мантиях принесли королю лечебное зелье. Король выпил его, вздохнул, открыл рот, и птичка вылетела на свободу. Как зорница, мелькнула она в воздухе и упала в родник, протекавший за королевским садом. Умывшись, птичка отправилась к столяру, выкупалась там в клею, а потом полетела в гости ко всем птицам леса. Каждой она рассказала о том, что с ней случилось, и просила каждую подарить ей одно только перышко. Птицы с радостью отдавали ей свои перья, и перья прилипали к птичке. Их было много, и все они были разные – красные, желтые, синие, одно ярче другого. И в своем новом пестром платье серая птичка стала еще нарядней, чем была прежде. Она стала красива, как ваза с фруктами на званом обеде. Теперь она могла снова лететь в дворцовый сад. Прилетев ко дворцу, она села на дерево перед королевским балконом и запела еще громче, чем прежде. «Всех на свете лучше я, даже лучше короля!» «Поймайте эту дерзкую птичку!» – закричал в страшном гневе король. Придворные кинулись исполнять его приказания, Но на этот раз птичка была осторожней. Она закружилась в воздухе так быстро, что даже ветер не мог ее догнать. А потом поднялась высоко-высоко до самого месяца и, усевшись у него на кончике носа, посмотрела оттуда на короля. И звонко рассмеялась. С тех пор ее не видели ни разу в королевском саду. Она вернулась к своим друзьям, сбросила пестрые перья и стала снова маленькой серой птичкой. И снова люди, заслышав ее серебристые пения, открывали окна и по-прежнему говорили «Добрый день, сеньоры-певунья!» И серая маленькая птичка пела для них в сто раз лучше, чем пела когда-то для короля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова